всем привет наконец-то мой муж сергей решил выйти из умрака и начать вести рубрику для мужской аудитории на этом канале рубрика называется серёжа вещает и сегодня мы будем снимать для вас обзор каршеринга от юдрайв всем привет я серёжа я расскажу вам о юдрайве открываем приложение ходим машины у нас будет бмв бронируем так машина у нас забронирована подошли к машине открываем двери открылись теперь нам предложат осмотреть автомобиль награды визуально все в порядке установка боевые все по классике автоматическая коробка экран музыка грязноватый салон заднее сиденье как будто бы кто-то ногами ходил до свиньи ездили что-то возили ну что довольно интересная машина вот эти вот закрывают объем но есть окошко у меня очень ясно в коробке переключения заходит даже интересно ездить сейчас попробуем выбить куда-нибудь прямую приборная панель у нас мы видим со стрелочками из прошлого века есть всяческое радио звучание неплохое есть кондиционер ну жирная комплектация локотнейший что удобно машинка глохнет старт стоп у нее есть а мы знаем что ну заглушенном двигателе денег снимают меньше это лайфхак да сейчас она не заглохла перед этим когда остановили заглох руль подрегулировать да руль только по высоте это не очень жирная BMW конечно продешевили немножко да стоит минуту примерно где-то 10 рублей 12 что-то я забыл посмотреть но разные машины разные модели приложения вы сразу видите сколько оно будет стоить для вас смотря от вашего уровня как часто вы пользуетесь снимаете свой уровень много ли машин по городу очень много машин по городу очень удобен когда вы например поставили свой автомобиль в сервис или вам надо доехать туда где возможно вы будете употреблять алкоголь если вы не любите ездить на такси можно просто затестить автомобиль если не выбираете себе автомобиль для покупки разнообразная линейка авто присутствует и можно не ехать на тест драйв там к официальному дилеру а можно найти ее в каршеринге и так сказать взять на тест подвеска очень мягкая но сейчас мы посмотрим как она все таки возгоняется вот эта педаль с заползданием где-то 3 секунды она думает коробка михается при переключении вот так ничего примерно 14 км в час мы разогнались в довольно короткое время лучше конечно так в городе не делать и не только не в городе ну на трассе можно чувствуется что это боевое но нет никакой прыти это не М это обычная каждодневная автомобиль а у них есть вообще такие модели? да насколько я знаю в Москве есть у другой каршеринговой компании напомню это U-Drive а например у Яндекс Драйв есть Порше но там они очень жестко связаны с превышением скорости и смысла брать Порше я не вижу зачем брать Порше если ездить на нем 40 км в час или 60 км в час вот мы видим опять машина глушилась так удобная эргономика все у нас тут под рукой ну BMW но все таки BMW в другой раз мы покажем другие машины так там у нас сейчас будет впереди камера поэтому для меня силы не стоят да очень удобно можно ездить большой компанией и выйдет вообще тогда дешево если разделить на всех поездках оплата проходит с карты которую вы прикрепляете в своем приложении начали поездку денежки пошли закончили поездку денежки перестали вообще касательно каршеринга очень много бьются потому что я считаю что как-то надо молодежи меньше давать многие просто берут и учатся на этих машинах а многие пьяные гоняют кто-то покупает чужие аккаунты недоработано немножко закона у нас вроде полиция сейчас останавливает требует предъявить аккаунт флаж или нет но по законам не прописано что я обязан это делать а так вообще очень удобно даже если у вас вообще нет автомобиля вы можете спокойно его найти на улице доехать из точки А в точку Б и поставить ну к сожалению не везде можно ставить есть зоны запрещенные да вставлять можно машину в зеленой зоне они помечены на карте ну довольно таки широкая зона да есть ну пригород обычно промзоны ее бросать нельзя по сути если двигаться по городу то очень удобно что вот такой автомобиль BMW от U-Drive довольно таки неплохо но есть тут еще порядок конечно ну ничем не пахнет уже приятно да салон непрокуренный оставленных банок из-под пива или из-под кофе ничего нет да как бывает да ну так мы его паркуем там же где и взяли потому что специально подъезжали к этому автомобилю вы спросите купил ведь бы себе такой автомобиль нет сколько вышло не написано завершаем аренду сейчас покупать приложение и покажешь 91 рубль стоила эта поездка скидка составила 91 копейку у того 90 рублей 9 копеек снимется с моей карты вот такой автомобиль Многие кстати выбирают машину подешевле которая меньше платит в минуту но бывает что на машине подороже доезжаешь быстрее поэтому платишь меньше например на бодрой машине можно доехать гораздо быстрее чем на дешевую и на медленную смотрите сами перед выбором всем спасибо всего вам доброго